Здравствуйте, Марина. Я благодарю вас за то, что вы нашли время весной, когда у вас сев и приехали к нам в гости на интервью. Повод для нашей встречи очень хороший. Дело в том, что вы на следующие пять лет опять-таки вызвалили на свои хрупкие плечи руководство сельхозартелью Кубань. Вас переизбрали вновь на пять лет председателем правления сельхозартелью Кубань. С чем я вас поздравляю? И, конечно, я хочу спросить о ваших первоочередных задачах. Наш коллектив, не знаю, как-то доверил мне эту, скажем так, не совсем легкую работу. Да, настрой сейчас рабочий, боевой. Знаете, погода оставляет желать лучшего. И основная задача у нас сейчас отсеется. У нас большие площади опад кукурузу. И вот уже более недели мы пытаемся начать сев именно кукурузы. Поэтому нам бы отсеяться. И потом уже, скажем так, и не страшно было бы дальше работать. Марина, первоочередные задачи свои вы озвучили. В сельском хозяйстве вы же не один год. И все-таки, как у профессионала, я хочу спросить, на ваш взгляд, что нужно в целом для развития АПК? Для того, чтобы развивать сельское хозяйство, я думаю, оно обязательно должно быть дотационным. Без существенной поддержки со стороны государства сельхозтоваропроизводители при всем желании не смогут развиваться так, как они бы этого хотели. Не один год, я уже говорю, и на ваших передачах в том числе, что диспаритет цен на сегодняшний день сохраняется и с каждым годом он увеличивается. То есть разница между ценой реализации нашей продукции и средств производства, которые необходимо закупать для того, чтобы вести свое производство, оно каждый раз растет и разница существенная. На сегодняшний день, если литр солярки не сравняется с килограммом зерна, которое мы реализуем, то, скажем так, стоять твердо на ногах и как-то развивать свое хозяйство у нас не получится. Мы сегодня знаем, что у нас не так много продукции. Это касается, в частности, семенного материала, который мы закупаем, в основном иностранного производства. Да, есть у нас семенной материал и отечественное производство, но он оставляет желать лучшего. Это в основном касается таких культур, как сахарная свекла, как подсолнечник и кукуруза. Пшеница, она у нас российская, российская селекция, и она себя неплохо у нас зарекомендовала. Поэтому пока государство, знаете, как-то не поставит номером один сельское хозяйство у себя и в законопроектах, и вообще в повестке дня развиваться в том понятии, в котором, как и вы задаете этот вопрос, как мы это понимаем, у нас не получится. И все-таки, Марина Рамазановна, какая-то господдержка имеется? Есть у нас господдержка, это субсидии, это возмещение на тонну реализационного зерна, есть также по части затрат возмещения. Но я еще раз повторяюсь, что это не те суммы, которые могли бы покрыть затраты. У нас, знаете, и в прошлом году, и в текущем году мы так думаем, что себестоимость нашей продукции, некоторой, которую мы производим, она будет выше цены реализации. И сами понимаете, что смысла нет в такой ситуации работать дальше. Марина Рамазановна, вы как руководитель сельхозпредприятия, как руководитель женского движения в республике, немалую работу проводите в плане того, что помогаете тем ребятам, которые находятся сейчас на Украине, участвуют в спецоперации. Мне бы хотелось, чтобы вы чуть-чуть подробнее рассказали, что в этом направлении делается. Да, в свою очередь мы стараемся оказывать посильную помощь. Помимо того, что я являюсь председателем регионального отделения Союза женщин, и, конечно же, большую помощь оказывают председатели районных отделений, но мы, как сельхоз «Артель Кубань», тоже в стороне не остаемся. Стараемся по возможности, по необходимости и по тому, какие запросы, допустим, поступают с разных районов, оказывать эту помощь. Совсем недавно к нам обращались за одной головой крупнорогатого скота, которую мы выделили для наших ребят. И впредь также мы будем стараться их поддерживать. Вы знаете, чужих детей не бывает. Я повторюсь, я каждый раз, когда интервью даю и спрашивают, я всегда говорю, что чужих детей не бывает. И сегодня это наша общая беда, общая проблема, и мы должны всеми силами стараться быть вместе, помогать. Мы в основном помогали продуктами. Также есть и денежные перечисления и со стороны районных женсоветов. И мы стараемся закупать то необходимое, которое посписочно к нам приходит. В свое время мы делали это, знаете, частным образом. А сейчас мы объединились совместно с Народным фронтом. У нас в республике его возглавляет Людмила Исхаковна. И стало нам как-то полегче, проще. И мы знаем, что точно все необходимое дойдет до места назначения. И ей хотелось бы выразить большую благодарность за содействие в этом направлении. Вот, ну скажу, что та акция, которую мы проводим по направлению Союза женщин, сердца матери, она находит отклик в сердцах наших жителей. И мы ее и не прекращаем, и стараемся, еще раз повторюсь, по возможности помогать. Марина Рамазановна, знаю вас уже очень много лет, и каждый раз удивляюсь вашей энергии. Я даже не представляю, как женщина может быть руководителем в сельском хозяйстве, по нынешним временам тем более, на Кавказе тем более. Также вы женское движение возглавляете в республике. Да много чего еще вы делаете. Вы многодетная мама, самое главное, у вас четверо сыновей. Мамы, наверное, им и не хватает, но мне просто хочется узнать. Вы откуда силы берете, откуда энергию берете, где черпаете эту энергию? Ну, так как мы являемся своего рода созидателями, то, естественно, результат нашего труда, когда мы его видим, он, естественно, прибавляет нам энергии, сил. Также вот в общении с людьми, я вам скажу. Когда оказываешь адресную поддержку, когда вообще изначально являешься социально ориентированным человеком, то имеешь круг общения достаточно большой. И вы знаете, многие люди меня многому и научили, изучаем, допустим, да, вот в общении характеры, какие-то ситуации. И вот это все своего рода, знаете, придает сил, придает энергии. И я думаю, что именно в общении с людьми человек черпает ту энергию, позитивную, жизненную, которая ей необходима. Марина Рамазановна, сельское хозяйство – это, наверное, самая непредсказуемая сфера. Здесь могут быть и природные катаклизмы, и погодные условия. И все-таки вам как-то удается держаться на плаву. Как удается? И вообще, зачем это вам надо? Пока я была работником конторы, наверное, особо я так этого не ощущала. Тогда и отец был живой. А когда я уже стала руководителем хозяйства и непосредственно принимала участие на производстве и непосредственно общаюсь с нашими работниками там, где идет это производство, я поняла, что, скажу вам честно, я работала и в институте нашем, в университете, и в банке работала. Но то удовольствие, которое я получаю сейчас от своей работы, я не получала никогда. И иногда думаю, все-таки я женщина, это, наверное, все-таки менталитет у нас такой. Наверное, надо как-то сдать позиции. Все-таки мужчины должны это дело продолжать, работать. Не женское это дело. Порой приходится принимать на себя такие вот, скажем так, серьезные решения, да, управленческие. Но как я только подумаю о том, что надо будет как-то, ну, уйти, мне становится настолько жалко, настолько все равно я понимаю, что это будет уже не то поле деятельности, которое я могу себе позволить, когда я руководитель. И, видимо, это почувствовали наши работники, и никто из них, скажем так, не выставил свою кандидатуру во время выборов. И сказали, Мария Рамазановна, у вас неплохо получается, мы вас поддержим, хотя я к ним обращалась. Я обращалась, я сказала, пять лет я постаралась удержать хозяйство, может, все-таки мужчины продолжат. Мне сказали, Мария Рамазановна, давайте, не стоит ничего менять, выставлять свою кандидатуру, мы вас поддержим. И единогласно они проголосовали за мою кандидатуру. Я им очень благодарна за это, конечно же, я понимаю, что эти пять лет опять будут непростые. Марина, каждый раз, общаясь с вами, я поражаюсь вот чему. В наших интервью, при наших других встречах вы читаете стихи. Я поражаюсь действительно, как вы умудряетесь запоминать запоминать и знать такое несметное количество стихотворений. И сегодня я хочу вас просто попросить для наших зрителей прочитать что-нибудь такое, что соответствует вашему состоянию сегодняшнему. Пожалуйста. В стихотворениях я, наверное, все-таки нахожу какую-то отдушину. Оно мне очень помогает снять и нервное напряжение, наверное, и вообще пофилософствовать. Есть, да, много очень хороших стихотворений, но вот хотелось бы сегодня, это стихотворение для меня актуально, вот, хотелось бы его прочитать вам. Оно называется «Наказ дочери». Юлия Друнина ее написала. «Без ошибок не прожить на свете, коль весь век не прозябать в тиши, только были бы ошибки эти не от бедности, а от щедрости души. Не беда, что тянешься ко многому, хуже, коль не тянет ни к чему. Не всегда на верную дорогу мы сразу пробиваемся сквозь тьму, а когда пробьешься, не сворачивай, и на помощь не зови. Я хочу, чтоб сильной и удачливой ты была в работе и любви. Если горько вдруг обманет кто-то, будет плохо, но переживешь. Хуже, коль полюбишь по расчету и на сердце приголубишь ложь. Ты не будь жестокой с виноватыми, а когда виновен, повинись. Все же люди, они автоматами, все же непростая штука жизнь. Все-таки непростая штука жизнь, и мы должны порой задуматься над этим, уметь прощать, уметь принимать некоторых людьми такими, какие они есть, и все-таки надеяться на лучшее, что все будет хорошо. Марина Рамазановна, еще раз благодарю за участие в нашей программе. Я, конечно, желаю вам успеха в вашем нелегком деле, желаю уюта в вашем доме, и спасибо, что находитесь для нас в то же время. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.